Всем привет, мои дорогие, и сегодня мы будем делать макияж косметикой из Таобао. Вот у меня сейчас нету, но у меня макияжа, и хочу сказать, что Таобао это такой маркетплейс местный, он чисто идёт по Китаю, я не знаю, можно ли заказывать в наши страны, хочу проверить, потому что у нас это Алиэкспресс, то есть у нас товары из Китая, ты заказываешь с помощью Алиэкспресса, возможно, ещё каких-то там Алибаба вроде бы, посредников, вот. Но Таобао это такой вот маркетплейс, где всё очень дёшево, ты можешь найти за какие-то копейки, за смешные деньги, там в районе нескольких долларов, офигенную косметику, причём здесь есть косметика и корейская, и японская, в принципе, вся европейская, американская, и плюс ещё есть какие-то локальные китайские бренды, которые нельзя найти у нас, в Беларуси, в России, в Украине, неважно, в странах СНГ или в Европе, просто потому что они её не отправляют, отправляют, то есть не отправляют на экспорт. И вот, здесь вот есть вся моя косметика, здесь понятно, ещё есть какие-то, не только косметические средства, наверное, какие-то прибамбасы для макияжа. Всё это я отсюда заказывала с Таобао, и также саму косметичку я заказала, стояла на где-то юане 20. Я напишу курс юаня к различной валюте, чтобы вы понимали, сколько примерно всё это стоит. Ну, 20 юаней — это мало, это где-то пару долларов, возможно, 2 доллара, вот так вот. Что мне нравится ещё в Таобао, это можно заказать какие-то миниатюры, либо пробники косметики, то есть, например, я взяла вот такой вот Декорте, японский SPF, это пробник, нет, это миниатюра-миниатюра, 13 миллилитров, и в целом у него интересное покрытие, достаточно плотное, это как база под макияж, он такой розовато-фиолетовый, хорошо перекрывают синяки, какие-то усталость какую-то, потому что, понятное дело, что если вот ты работаешь с самого утра, там, допустим, встаёшь в 5, иногда в 4 утра, в 6 утра, это я говорю про моделей, у нас так часто бывает, что какие-то съёмки, показы, ну, к сожалению, начинаются рано. А так тебе нужно ещё доехать, если ещё работать в другом городе, если тебя ещё перед этим красят, то, понятное дело, что вставать тебе нужно, там, часов 5, и пока ты доедешь к 9 утра, к началу всего, как раз-таки вот поспать тебе мало времени остаётся, и поэтому такие средства, которые делают более сияющее лицо, более отдохнувшее, это прям вот. Я наношу SPF. Обычно я наношу либо на руку, либо сразу на лицо, тут достаточно удобный тюбик. Так, и... Ничего страшного. Оно мне немножко на руку попало. Так, сейчас нанесём на всё лицо и на шею, и я вернусь. Я думаю, что макияж мы будем сегодня тоже делать в корейско-японском стиле, поэтому нам нужно покрытие, но среднее, неплотное, не какое-то сильно лёгкое. Поэтому мы возьмём... Я думаю, что я заказала на Толбао такую, чем я прям пользуюсь, и очень довольна. Берём консилер от SAEM. В целом вы можете найти его в любой стране. Мне кажется, он очень популярный, корейский консилер. Стоит он тут в районе 30-20 юаней, по-разному. И наносим его на восходящие линии... По восходящим линиям. Вот таким образом. У меня консилер в 0,5 оттенке, потому что я очень светлая. Многие говорят, что он сушит кому-то кожу, и читал отзывы под глазами. Мне нет, но для того, чтобы он не сушил, в принципе, кожу нужно очень хорошо увлажнить. Возможно, сделать какие-то маски. То есть я делаю патчи. Растушевывать я буду влажным спонжем, потому что я пробовала растушевывать руками, но он достаточно залипающий такой. То есть он прям сразу цепляется за кожу, и сложно растушевать будет его рукой, кистью. Кстати, я купила кисточку себе для тона. Но я обычно не растушевываю, не знаю. Как-то пока что я к такой технике не пришла. Мне нравится растушевывать влажным спонжем. Это как-то, знаете, дает более естественный эффект, и более покрыть окажется натуральным. Без каких-то переходов, потому что, когда я пробовала кистью это делать, у меня все-таки были видны переходы. Руками тоже переходы я иногда вижу. А вот так на шею остатки средства тоже наносим. Видите, он тоже такой немного сияющий. Ну, он скорее не сияющий, он сатиновый. И пока что, конечно, я выгляжу очень бледненькая, но я в целом бледненькая. Давайте так. Также я могла, мне кажется, бы делать макияж. Точнее, показывать, как сделать макияж для девушек со светлой кожей. Потому что пока что я редко видела людей с такой же светлой кожей, как и у меня. То есть, в основном на тон на два темнее. Особенно, если это лето. Летом я не загораю. Кстати, я такой остаюсь всегда. Ну, может быть, на полтонна загораю. Но так тон мы уже нанесли. То есть, в целом, сия не осталась. Но он более теперь такой сатиновый. Ну, далее мы нанесем пудру. Кстати, пудра очень интересная. Я заказала на Тауболу. Я не знала, какая она будет. Какой у нее будет эффект. Она розового цвета. Название у нее Макэнди. Не знаю, возможно, ее можно найти на Алиэкспрессе и так далее. Заказала я ее дешево за 30 нуаний. Она большая. То есть, я как-то так, знаете... Ну, она будет немножко матовая. Ну, она в целом оставляет немного матовый эффект. Но она реально блестка. То есть, я хотела немного другой фигмент. То есть, без блесток. Но на камере, на самом деле, не скажу, что это сильно передается. То есть, видите, блесток вы не видите. Видите, блесток вы не видите. Вы этого не видели. Я так заговорила, что забыла стряхнуть. Вот. То есть, блесток вы не видите, но в жизни их так видно. То есть, видно, что у меня на лице блестки. И вот я думаю, что мне с этой пудрой вообще делать. Но когда я была на съемках, я красила сама для съемки, то смотрелась кожа очень так ровно, красиво. То есть, этих блесток не видно, но то он достаточно ровный. Потому что иногда, когда слишком матовая пудра, она смотрится как-то не очень живо, что ли. А с этой пудрой, в общем, все было так живенько. Я не знаю, что мне делать. То есть, пользоваться ли я ей дальше, или все-таки заказываться какие-то свои пудры, которыми я пользуюсь обычно. Но те, кто любит прям блестки, там, сияние, очень советую. Не знаю, посмотрите на Алиэкспрессе. Мне кажется, этой пудры вам хватит на полжизни. При этом, да, она действительно матирует. При этом, при всем, вы видите, как это получается, для меня до сих пор загадка. То есть, как пудра с блестками, так хорошо монтирует. Ну, ладно. Ну и то, что она розовая, мне нравится. Я, в принципе, люблю розовую пудру, потому что у меня оттенок кожи с розовинкой. Но там есть разные оттенки. Конкретно этот, он с розовинкой. Сегодня у меня настроение странное. Я хочу какой-то макияж более такой коричневый оттенок. И не сильно сложный, потому что сегодня все-таки у меня свободный день. Также вы этот макияж тоже, наверное, можете повторить. И вот такие румяна. Фирма Хандаян. 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 Короче, оттенки Chocolate. Шестой оттенок. Вот такие румяна. Возможно, вы найдете их тоже на Алиэкспрессе, если вам будет интересно. Я думаю, кстати, привезти одну-две штучки, три либо продать. Потому что мне они очень нравятся, и цена у них прям очень вкусная. То есть там что-то по-разному. Но где-то 20 уаней, где-то больше, где-то меньше. Но румяна очень крутые. Наносить их нужно по-разному. Кстати, я так говорю, нужно. Как будто бы всем обязательно так наносить. Нет, я просто так наношу. Выглядит, конечно, как акупунктура какая-то, но какая разница. Вот так я их наношу. Сейчас, кстати, надо будет растушевать. Растушевываю я это и пальцем, и спонжем. В зависимости от того, сколько я наношу. Наверное, лучше спонжем в этот раз растушевать. тоже влажным. Кстати, я была удивлена, что вот на пудру растушевываю я сначала пудру наношу, потом уже эти румяна, потому что обычно растушевка идет перед пудрой. Но я посмотрела какие-то по триктатам он это делает. Он сначала наносит сухие продукты, а потом кремовые. И вот я подумала, надо попробовать. И вот как-то мне тоже понравилось. Так, я немножко напитнила сейчас. Надо будет убрать. В целом, вот это будет выглядеть вот так. То есть, достаточно естественный эффект. Если хотите больше румянца на щеках, я, наверное, тоже добавлю. Можете добавить. Потому что все-таки хочется здесь как-то больше акцент сделать. Все. Это такой прям такой немножко подгорел, как будто бы на солнышке. Ну, кто-то реально так подгорает, а мне вот приходится рисовать всегда. Но смотрите, это действительно достаточно свежо, как по мне. Симпатично сразу так, как будто бы лето. Тем временем, мы, наверное, нанесем сыворотку от Evelyn 8 в 1. Покупала ее в Минске. Я сразу привезла две, потому что здесь я была не уверена, что я ее найду, либо она будет дороже. все-таки польский бренд. А в Минске я ее на скидки выбрала, поэтому сейчас у меня быстренько нанесем. Сыворотка, кстати, одна из тех сывороток, которые я покупаю уже более, по-моему, пяти лет без остановки. Хотя я пробовала разные, дорогие, дешевые. Она очень бюджетная. советую всем, если у вас либо такая работа, как у меня, что ресницы постоянно вырывают, реально вырывают иногда керлером. Про брови я вообще молчу. Они страдают периодически от определенных манипуляций с макияжем. И просто, чтобы напитать ресницы в брови, чтобы они были пышненькие, я нанесу еще румяна Nice Day от фирмы HLR. Такие миленькие. Для того, чтобы создать более такой свеженький еще эффект. У нас тоже большой китти. Совсем чуть-чуть хочется, знаете, чтобы такой эффект, как будто бы мы еще при этом не только на солнышке подгорели, но мы еще побегали. Вот так. Для меня оверблашинг это вот некоторые не понимают, но когда ты всю жизнь летной ходишь, поверьте, хочется просто иногда быть очень свеженькой. К тому же макияж в течение дня он подсходит, кожа впитывает и он становится не таким блашинг. Поэтому да, всегда в начале макияжа я стараюсь делать более интенсивный макияж. Не знаю, если у вас сухая кожа, как у меня, возможно, вы попробуйте тоже сначала наносить чуть больше макияжа и со временем он просто впитывается. Я думаю, хочу каких-то блестяшек, я не знаю каких, мне их много. Я захотелось добавить блестку, такая вот блестка от Flair. кстати, ремяна стоили в районе 20 ионей, блестка тоже где-то так же стоила, то есть видите, оно все примерно одинаково стоит, дешево. И блестку я, наверное, нанесу вовнутрь. Вот так вот, точечка вверх, просто чтобы добавить акцент. Кстати, блестки мне эти от Flair не очень нравятся, но я хочу именно такого оттенка, то есть я бы не сказала, чтобы я ее вам советовала, я бы посоветовала другие, но они в целом нормальные, просто иногда немного подсъедает консилер, особенно в центре вот тут и нужно быть очень аккуратным с ней. Но блестят она действительно хорошо, это целый симпатично, особенно в жизни, но с ней нужно быть прям очень аккуратной. На камере, конечно, камера не передает, как она блестит, более натуральный блест кажется, но в жизни она прям очень такая активная. Аккуратненько растушевываем, если видимо, что там тональный скатывался, потому что я же говорю, все-таки к сожалению эта блестка она не самая качественная, не буду вам ее советовать. Далее мы берем келлер и подкручиваем наши ресницы. кстати, келлером я стала пользоваться после Вьетнама, там мы постоянно пользуемся на всех работах. Келлер это любимая штука у них, они прям интенсивно закручиваются, я как-то так привыкла, что теперь тоже используем. Мне нравится. Самое главное. Уберем бодру от Каповини, Каповини, я не знаю название этого бренда, это какой-то китайский бренд, опять-таки очень много у меня косметики этого бренда, сейчас я почему-то за ним наносила. От Каповини у меня есть еще несколько косметических средств, я вам сейчас хочу, да, у меня есть вот такие блестки, кстати, можем попробовать еще их нанести, давайте в сравнении с теми нанесем еще и эти, но они плюс-минус одинаковые, эти будут немножко мельче и более розовые, кстати, их на камере вот лучше видно, вот, и у меня есть еще жидкие тени с блестками, они тоже очень симпатичные, в тик-токе у меня прям залетел видео, залетело, потому что все спрашивали, что за блестки у меня на глазах, вот, это было от Каповини, очень классные блестки, вода я даже сейчас нанесла, они сразу стали поинтенсивнее, тушь я наношу сначала снизу, так вот, то есть сначала я внутренние реснички крашу с внутренней стороны, внутренние реснички, гений, не знаю, у меня в последнее время такое настроение на коричневую тушь появилось, просто меня как-то накрасили на съемки, наверное, раза два или три, я думаю, блин, почему я не пользуюсь коричневой тушью, у меня серо-голубые глаза, и мне должно быть действительно хорошо, я заказала, и все, теперь у меня коричневая тушь, моя любовь, далее мы наносим я не могу произнести этот бренд Anvik Lab, по-моему, тоже китайский бренд, если я не знаю, китайский, грей-браун в оттенке, второй оттенок, цена его, я покупала не на Тауба, он на Тауба, он есть в магазине, в магазине он стоил что-то там в районе ФСЦ 30 юаней, интересный карандаш, у него очень интересный скошенный грифель, так вот он смотрится, здесь вы видите, я бы не сказала, что это все-таки мой любимый карандаш, нет, я очень люблю видеться в лоб, втором оттенке, мне он нравится, он бюджетный, классный, оттенок хорошо подходит, но у меня закончился Вивен Собор, и здесь я как-то даже не пыталась искать, потому что я думаю, что он будет дороже, чем у нас, поэтому я просто купила такой карандаш, но в целом я не говорю, что он мне не нравится, у меня там хороший карандаш, просто есть какие-то свои привычки, допущения, но если бы меня спросили, ты бы советовала его, да, я бы его посоветовала, потому что, видите, он не пляшевит оттенок для блондинстых и русых волос, прям хороший, такой, не желтит, не серит, хотя называется все-таки грейбраун, но да, он не желтит, не серит, бровки такие прям сразу раз, и пышненькие, кажется, может они и есть пышненькие, я не знаю, не знать, хорошо, хорошо, и сейчас, наверное, я возьму еще чуть-чуть пудры, несу немного пудры вот на согубную часть вот здесь, вот здесь чуть-чуть, потому что как-то мне кажется, что слишком блестит, хочется чуть-чуть замотировать, я люблю, конечно, блеск, но иногда его слишком много, и много листиц, не там, где мне нужно, поэтому все места, которые мне хочется добавить матовость, это центральная часть лица, мы так аккуратненько замотим, осталось только накрасить кубы, но я не наношу в повседневной же недоверной мишечкой стрелку, то есть обычно я делаю, делаю мы сегодня такой японский корейст макияж, ваш макияж, и вот примерно не тянет на то, чтобы сделать стрелку или или кто-то межресничный какой-то сбойки, в нем я обычно это не делаю, ну не знаю, но в моей айсках нет, возможно хочется доброваться этот образ как он называется сайрон 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 офис сайрон офис сайрон я понимаю прекрасно, сейчас у меня нет офис сайрон мейкап я бы, наверное, бы сделала на какое-то мероприятие или если мы куда-то пошли фотографироваться или если бы на какую-то вечеринку да, я бы сделала но по вселенной жизни мне нравится естественность можем назвать это естественным макеером и надо еще губы накрасить мада у меня давайте вот это инквелет название бренда я не знаю как он почитается поэтому как вам удобно вот так вот чтобы прочитать дайм а а я не знаю как китайцы вообще придумывают название с моей косметики ну ладно наношенную кисточку этой кистью немного растушевываю то есть я наношу как тени прибиваю помада это такая муссовая вот с муссовыми помадами очень классно делать такой вот эффект на целом ногу таким образом увеличивая их и при этом держаться такой макияж будет достаточно долго потому что муссовая помада оставили предмет на губах но это недолго это не раздражает я имею ввиду я не люблю когда блеск на губах на самом деле ощущается или помада не моя история плюс мне нравится цвет цвет очень интересный оттенок а не первый 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 оттенок он такой как горчичный что ли я не знаю на губах он смотрится более таким коричневым бежевым даже и за счет такого оттенка макияж смотрится более таким современным актуальным потому что еще пару лет назад я вообще такими помадами не пользовалась то есть я обычно пользовалась персиковым розовым но сейчас я прям топлю за оранжевый и коричневый оттенки макияжа особенно со сверху кожей он смотрится прям лично мою смотрится красиво давайте посмотрим итак вот такой вот макияж у меня получился прическу в целом вы можете оставить любой я обычно просто снимаю заколки расчесываю волосы и я готова все то есть прическа у меня просто обычные высушенные прямые волосы для такого лука я ничего сильно не придумываю считаю что можно просто за ушки вот так вот волосы собрать и да лайфхак когда ты долго в таких вот заколках ходишь у тебя есть немного здесь объемы и поэтому смотрится прям как по мне симпатично то есть не сильно прилизанные волосы можно оставить заколки пойти с ними никто не запрещает я считаю образ получился полноценный красивый приятный то есть макияж он такой да действительно дневной но можно пойти на свидание с таким макияжем и на работу можно менять оттенки этого макияжа но техника в целом у меня всегда одинаковая вот такая то есть могут меняться цвета может добавляться сюда стрелочка контуринг какие-то другие румяна более сухие не не влажные но я считаю что макияж получился очень симпатичный если вам тоже нравится дайте знать пишите свои какие-то комментарии если вам что-то интересно задавайте вопросы я буду вам рада и рада вашей обратной реакции попробуйте тоже дома какие-то лайфхаки которые я вам показала если вам интересно косметика китайской и формат таких видео формат видео косметики из Таобао я обязательно для вас сделаю еще несколько роликов роликов про другие какие-то макияжи возможно которые будут более сложные более интересные потому что это самый базовый макияж обязательно я вам сниму несколько роликов если вам это будет интересно всем спасибо хорошего вам настроения и пока 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 Продолжение следует...